Ну что, поскольку был такой большой обзыв о философском штурме, я рассчитывал, что сегодня мы поговорим лучше, конечно, с самим автором, но автор, поскольку до нас не добрался, то попробуем соотнестись с его представлением, которое он нам дает в своем довольно пространном тексте. Ну, прежде всего, собрату нашему по мысли должен сказать и всем прочим слушателям и зрителям, если мы проводим какие-то параллели и какие-то сопоставления, отталкиваемся от тезисов Фихте, Канта, Гегеля, тем самым мы не пытаемся сказать, что Кант – идиот, или что он думал, что это там неправильно. Мы его тем самым никак не обижаем. Точка. Просто вот совсем мы не обижаем. Соотнестись с историко-философским контекстом можно в разной форме, не обязательно объявляя, что все, кто были в Дуалеве Михайловиче, на Горице, на Козлы, ничего не понимающие. Нет, Кант – великий философ, со значительной точкой зрения. Ну, просто она иная. И в некоторых случаях удобно оттолкнуться от его точки зрения, чтобы прояснить новую. Тут ничего особенного. Я просто цепляюсь к конкретным местам в тексте коллеги Бронзы. Вот. И, ну, вот у него есть прямо, да, не надо обижать Канта. Никто не обижает Канта, честное слово. Вот. Теперь, что касается более осмысленного соотнесения с Кантом, тут, честно говоря, по-хорошему, совершенно необходим коллега Бронзов. Почему? Потому что у меня такое подозрение сложилось в целом после чтения его пассажей о том, что у нас просто не совпадает словарь, когда мы говорим о Канте. То есть он читал Канта и какую-то литературу о Канте. У него сложилось определенное представление, которое он формулирует в одних словах. Мы это делаем в других словах. Это преодолеть различие словарей можно только вот некоторой вполне понятной работой по чтению и обсуждению критики чистого разума. Но это надо сделать как-то вот персонально. Вот. В качестве иллюстрации того, что это совершенно необходимо, вот, например, он много говорит о том, что зря мы киваем на Канта в том смысле, что у него там... Ну, в общем, это упрек такой общий коллегу Михайловичу к нам о том, что путаем вещь в себе и новыми. Я, честно могу сказать, что совсем не понимаю, при чем здесь возник в разговоре новымин. И тут хотел немножко покомментировать. Значит, прежде всего, что следует до того, как я обращусь к каким-нибудь цитатам из критики чистого разума, я хочу сказать следующее, что вообще понятие новыми наводится, ну, вот так вот, по прохождению третьей, примерно, текста, близко к середине. То есть уже произошло очень многое в философии, даже с углубой внешней точки зрения. Уже были получены самые разные понятия, и сложные, и не очень. И возникает возможность различить явления и новыми, феномен и новыми. Тогда как? Чисто даже с внешней точки зрения. То, что воспроизводим мы. Точку зрения Олега Михайловича, мы воспроизводим самое начало. То есть, вообще говоря, если подходить более-менее историко-философски, то следует сопоставлять не какое-то понятие из канта, из середины его трактата, а ту ситуацию, которую он описывает в самом начале, говоря о формах чувственности, пространстве и времени. Потому что там, ну, собственно говоря, начало, которое имеет смысл сравнивать с текстом Олега Михайловича. А почему не середина? Я что-то не вижу действий, на самом деле. Значит, почему не середина? На слове, ноумен – это просто иной способ обозначения вещей в середине. Просто разница состоит в следующем. Действительно, ноумен соотносится с феноменом и, как бы, есть некого рода отрицания феномена. Нам все дано через феномены, а вот что, как бы, дофеноменально – это ноумен. А если брать вещи в себе, то то же самое получается, что, как бы, нам дан мир, нам вещей, да, в виде, как бы, вот, явлений, ну, тоже тех же, наверное, а что-то явлений, вещи в себе. То есть, на самом деле, это указание на некоторую предфилософскую ситуацию, в котором находится мир, да. Мир существует как-то там сам по себе. Вот это вот предположение предфилософское, да. Почему я говорю предфилософское? Потому что строго его обосновать, его возможност невозможно. Можно только предположить, с какой-то вот логической точки зрения, что нам необходимо для того, чтобы попонять нашу ситуацию познавания, предположить, что существует некая первичная ситуация, когда мир как-то существует сам по себе, мы как-то сами по себе существуем, да. Вот, и мы вступаем во взаимодействие, которое называется познаванием. В этом взаимодействии возникает уже феномен, да. То есть, феномен – это есть нечто, что образуется путем синтеза наших познавательных способностей и того, что приходит со стороны мира. И вот, как бы, как обозначить это то, что приходит? А наумен что такое? Это просто что? Почему наумен, да? Вообще говоря, науменом, да, по-гречески означает мысль. Мысль? Мыслимое. Ну, это причастлив. И фактически, что такое этот феномен феномена? Это то, что нам дано, то, что нам объявлено. Но, сама вот основа этого феномена, да, вот то, что стоит по ту сторону феномена, оно никак объявлено быть не может, оно может только быть мысленным. И поэтому его можно обозначить, как нолды. А вот априорные формы рассудка, например, это что? А априорные формы рассудка, это то, что нами в виде форма вносится мир. То есть, собственно, когда мы... Ну, вот в этой паре мыслимое и чувственное, это... Не-не-не, это что? Это наумен, это потому и обозначен категорическим термином, да, что есть мыслимое, то есть, есть мышление, наше мышление, да. А есть, как бы, вот, некоторый разговор такой, да, вот он мета-теоретический, мета-философский, да, что, вот, есть, как бы, вот, нечто, вещи себе, там, можно назвать, и, там, объекты сами по себе, мир сам по себе, там, наумен, неважно, что здесь термин, да, вот, есть нечто, что лежит по ту сторону нашей познавательной активности. И вот это вот по ту сторону нашей познавательной активности никаким способом не может быть, не может участвовать в нашем рассуждении, в нашем вот мета-теоретическом построении, кроме как быть мысленным. Мы примысливаем, необходимо логически примысливаем некое дофилософское, до теоретическое существование мира для того, чтобы понять, как мир существует в позиции познания. Мы примысливаем, а поскольку мы это примысливаем, то вот они только для нас как бы мысливы. Поэтому они наумены. А мышление, наше мышление, которое всегда наше, в котором мы свободны, мышление не является спонтаненными, это как бы наша сфера субъективности, и мы полностью здесь царим в мышлении. А вот наумены, они находятся тоже в нашем мышлении, как некий рода указателей на то, что существует вот этот философский разговор о каком-то виде самомыселения. Причем я вот, честно говоря, как бы всегда поражаюсь, на самом деле. Никто никогда не хочет понимать, о чем говорит Канн, на самом деле. Все всегда цепляются за слова. Я всякий раз говорю, мир сам по себе. И мне начинают повторить, что никакого мира самого по себе у Канта нет. Ну, вы поймите, на самом деле, даже смысл понимать, а не пытаться как бы возражать словам. Что такое мир сам по себе? Вот ну как-то вот я сижу здесь, да, как-то без меня весь мир как-то там существует. Вот он, как он сам по себе существует, вот без моей познаваемости, без участия моей формообразующей активности, да. Вот и есть мир сам по себе. Он как-то есть. Можно говорить, назвать это вещи сами по себе. Опять же, во множественном числе. Люди тут тоже возражают. Ну, как же можно у Канта, а вещь сама по себе одна? На самом деле, если внимательно почитать, у Канта душа является вещью самой по себе. А душ много. Кроме души, понятно, что есть еще неодушевленные объекты. Значит, даже если считать, что душа одна, то, по крайней мере, есть две вещи сами по себе. Это душа и неодушевленная вещь сама по себе. То есть, на самом деле, у Канта вещей самих по себе много. И это, на самом деле, есть возражение Канту. Канту такого быть не должно, по идее. Поэтому лучше говорить о мире самом по себе. Потому что расчленение мира на вещи, да, это уже некоторое родо познание, да. Это как бы противоречит самой исходной позиции, да, что как-то существует нечто само по себе. А потом оно вступает в наше познавание и становится нашим знанием, да, в виде феномена. А то, что ты говоришь, нельзя как бы отсылать каким-то отдельным трактатом, там, начало трактата или конец трактата. Возражение просто снимается, потому что это терминологическая, чисто там, такая, терминологический спор. И тут я не вижу ничего принципиального важного. И вообще, на самом деле, во многом все возражения, которые высказаны, указаны, товарищи, они чисто терминологические. То есть, надо пытаться вдуматься, на самом деле, о чем идет речь. Безотносительно, как бы, терминологическая, безотносительно терминологии. Потому что, ну, слова так устроены, что они многозначные, да, и, действительно, разные люди, разные философы, и в разные времена могут это вкладывать в различный смысл слова. И поэтому, для того, чтобы понять, о чем идет речь, надо просто, как бы, ну, я это называю, ну, там, например, там, вообразить, что ли, там, я не знаю, там, или надо научиться мыслить, да, это то, о чем идет речь, безотносительно слова. Можно было бы вообще всю эту ситуацию проиграть на цифрах. Все то же самое было бы, были бы одни цифры. Цифра одна ситуация, вторая ситуация, третья ситуация. На самом деле, как бы, если вдумываться, в чем различие между Олегом Михайловичем и Кантом, то различие состоит в том, что Кант допускает, на самом деле, что мы вот эти формы, которые в кавычках вкладываем, да, в мир, вот эти вот чистые формы пространства, времени и понятия, что они могут быть даны познающему своей чистоте, и познающий может своей чистоте ими наслаждаться. Ну и, в частности, на этом Кант основывает возможность математики и естественного знания. Возможность чистого средства и пространства времени обосновывает возможность синтетических суждений, как он там любит выражаться, да, математики и естественного знания. Но если мы допускаем возможность существования чистых форм, там возникают другие проблемы. Это более глубокие, да. Они, во-первых, для того, чтобы допускать возможность существования чистых форм, надо одновременно, да, вот как, допускать существование мира самому по себе, или вещей сами по себе, или науменок и так далее. Потому что, как бы, если мы можем форму оторвать от целого, да, то, как бы, то тем самым мы должны допустить, что и целое вот это без форм как-то тоже существует отдельно. Иначе говоря, как бы здесь возникает та трудность в философии, которая состоит в том, что каким образом вот это вот нечто, что логически премысливается нами, да, миф сам по себе, вещи сами по себе, да, каким образом они доступны. Каким образом вообще существует то, что непознаваемо. Потому что, вот, опять же, начинается разговор, как можно обсуждать непознаваемое. Что бы мы ни говорили о непознаваемом, всякий раз это будет каким-то родом познания. Если мы скажем, что это непознаваемое является вещами в себе, то ведь вещи, это ведь нечто определенное, да, в самой этой определенности вещи уже присутствуют некоторого рода знания. Если мы говорим, что они, допустим, вне пространства и времени, поскольку, как бы мы говорим, что в пространстве и времени являются чистыми формами, то мы опять же, как бы, допускаем вроде как косвенно их познание и прочее, прочее. Если мы говорим, что они являются причинами нашего знания, да, то есть они, как бы говорит этот, афицируют наши чувства, да, то есть они причиняют, то есть они существуют как своего рода объективные причины нашего знания. То это опять же некоторого рода познания. И вообще говоря, здесь какой-то целый клубок проблем, да, возникает целых глубоких проблем, связанных с тем, каким образом непознаваемое вступает в наш опыт. Потому что такого перехода, как непознаваемое и каким-то образом вдруг становится познаваемым, этот переход в философию недопустим. Потому что он единственный способ может быть недопустим, если то, что было непознаваемым, принципиально было познаваемым. Только мы его просто не знали. Там мы открыли новую звезду, раньше ее не знали. Но в принципе она всегда существовала и если бы был доступ к ней, то мы бы ее и познали бы, и могли бы познать. Но ведь у Канта принципиальная непознаваемость, мы же не можем никогда познать, ни при какой возможности развития науки, или наших органов чувств, или чего-либо еще. То есть вот эта принципиальная непознаваемость тем не менее переходит и становится нашим познанием. Вот этот переход, он философский на самом деле, некорректный. Его никаким образом философски корректно описать невозможно. И ты все это говоришь применительно к Канту, который просто всякого такого разговора запретил своей точкой зрения. Вот ты зачем это все говоришь? Почему загадил? Потому. Смотри, вот весь этот параграф, который называется «Трансценитальное учение о способности суждения, 3 глава. Об основании различия всех предметов вообще на феномена и на умена». Он начинается с чего? Он начинается с того, что мы проделали некоторое движение, очертили границы познания. И теперь нам надо посмотреть на полученные, очерченные границы познания некоторым целостным взглядом. Не по деталям, а целостным. Еще раз. Он уже выделил то, что в принципе может быть познаваемый. А ты представляешь, что такое выделить границу? Просто безотносительно познание, не познание, что такое выделить границу. Значит, указать по ту сторону границы и по эту сторону границы. По ту сторону границы что находится? По ту сторону границы ничего не находится. И ничего с той стороны не ограничивает. Это значит, это проблема как у Аристотеля. У Аристотеля мир конечен, да? А вот дальше мы-то подоставляем в нашем воображении, что это обязанность. Ты полагаешь, что граница может быть приведена только пространственным образом? Отделить нечто от нечто? Кант идет другим способом. Поскольку действительно. А твоя метафора о том, что надо определить сначала то, от чего мы будем отграничиваться, а потом от него отграничиться. Так только пространственным образом. Мне нужно соотнестись с непознаваемым, чтобы очертить познаваемое. Но непознаваемое, потому оно и непознаваемое, что оно непознаваемое. Что ты о нем собираешься сказать? Правильно, в этом границы нет. И что ты собираешься сказать? Значит, границы познаваемого нет? Нет, поэтому целая тотальность, бесконечная и бесконечная, как у Гегеля. А у Канда есть. Вот в этом парадоксе состоит. Как можно привести границу познаваемого и указать, что одно познаваемое, а другое нет. Да потому что он не указывает то, что непознаваемое. Он указывает что познаваемое? Он указывает условия познаваемости. Он дает правило. Правильно. Если ты даже укажешь условия познавательства, то все равно все будет познаваемо. Никакой границы у познания не будет. Но это не означает провести границу. Нет, провести границу значит отделить одно от другого. Еще раз, это только в пространстве. Нет, в любую границу. Определить значит ограничить. Чтобы ограничить, надо одно отличить от другого. Вот смотри, вот как он определяет, что такое познаваемо. Значит, рассудок может делать из своих основоположений и понятий только эмпирическое употребление. И никогда не может давать своим понятиям и основоположениям трансцендентального применения. Что такое эмпирическое? То, которое относится к явлениям, то есть к предметам возможного опыта. Отсюда является необходимость делать чувственным всякое абстрактное употребление. Нет, подожди, а трансцендентальное применение никакое? Трансцендентальное применение относится к вещам вообще и в себе. Ну, значит, все-таки вещи в себе, это что, некое предположение присутствует? Нет. Сказано, что рассудок не может давать им трансцендентального применения. Ну, правильно. Ну, мы понимаем, что такое, что некая ситуация называется трансцендентальным применением. Мы это понимаем, что это такое? Либо мы, если мы это понимаем, значит, оно как-то в нашем философствовании присутствует. Но это непростое предположение, что есть мир вне меня. Ты пойми, с такой точки зрения можно начинать философствовать. С некоторой такой антической веры. А вот на 182-ю странице трактата философского это недопустимо. Если появляется ноумен, то он имеет более сложный смысл, чем просто предположение, что мир есть. Я хочу до этого понятия просто добраться. А ты говоришь, да нет, а что там добираться? Ноумен это просто предположение, что мир есть. Все. Тогда вот всякую философский текст надо закрыть и прекратить это занятие. Потому что если вся философия сводится к тому, что мир есть, чтобы я про него не думал, то все встали и вышли. Какая к чертям философии? Я тебе по секрету скажу. Хочу сказать, что, наверное, не вся, но половина этого присвоится к тому, чтобы доказать, что мир есть. Глубочайшее заблуждение. Хорошо. То есть вопрос событий, антология, это просто ерунда. Не надо передергивать. Что существует? Не надо передергивать. Одно дело задать вопрос о бытии и потом получить на него какой-то ответ. И другое дело, как ты с самого начала твердишь, просто предположить, что мир есть. И все. Предположите. А вот так. Ты же просто предполагаешь, что мир есть. Безо всяких химических. А что такое офицированное тогда? Что официруется тогда? Что вот в чувственности мы на самом деле официруемся некими, как бы, неким миром, там, не знаю, вещами себе. Вот, поэтому я и говорю, что применительно к началу философии имеет смысл говорить об офицированности, о пространстве и времени как формах чувственности. Но не про Ноумен, потому что Ноумен, это из другой песни, слово. Он не имеет отношения вот к этому делу официрования. Ноумен, говоря кратко, это та фикция, которая порождается рассудком из своих специфических потребностей, о которых он тут говорит на двухдесятых страниц. Но это же сложная фикция, а не просто предположение, что деревья и мир весь есть. Я же тебе скажу так, понимаешь, из того, что ты какие-то придумаешь новые слова, новые фикции или что-то, для того, чтобы философствовать, я же говорю, что нужно некоторого рода от чего-то отталкиваться. Одну и ту же вещь мы можем назвать фикцией, а можем назвать реальностью. Можно сказать, что Ноумен есть, а можно сказать, что Ноумен это фикция. Это интерпретация некоторой первоначальной логической конструкции. Я еще раз говорю, Ноумен это никакая не начальная логическая или предположенная конструкция. Это сложная логическая конструкция, которая может возникнуть только поздно в философском тексте. Или сопоставимая с ней конструкция может развикнуть только поздно. В начале она не может родиться просто, но в силу своей сложности. Ничего сложного я не вижу. Да потому что ты не знаешь ничего о наумении. Как об этом говорит Кант. Ты говоришь, что просто наумен это мир есть. Предположение, что мир есть. Это не имеет ничего общего с тем, что написано на наумении. Нет, это не так интерпретируешься. Хорошо, что такое наумен? По моему понятию, предположение вещает в себе. Сначала оно возникает как офицированность. Есть некая причина того, каким образом феномен возникает в нашем опыте. Ты опять говоришь про самое начало. И там нет никакого наумения. Нет, а потом философия должна объяснить на самом деле, о чем она говорит. Даже если она говорит о том, что непознаваемо, что никак нам недоступно, она должна все равно этот вопрос обсудить. И вот она обсуждает этот вопрос и говорит, ой, термин этот наумен. Это тот же самый разговор, теперь с позиции того, когда пройден путь, уже действительно понято, что это пространство. Значит, этот прошел некоторый путь. Значит, номер немножко усложнился по сравнению с офицированием чувств в начале. Это более сложное понятие, чем вот это первое? Ну, по суку, одно и то же логическая конструкция. То есть оно... Что значит одна и та же логическая конструкция? Я не понимаю этого выражения. Я могу про стул сказать. Вон тот объект. Могу сказать, что тот объект, на котором сидит Александр. Могу сказать стул. А могу сказать еще что-то про него. Каждый раз я буду что, новое понятие выдумывать? Или все-таки речь идет об одном и том же стуле? А просто как бы он, этот стул, связан с различными обстоятельствами, имеет различные свойства. И я каждый раз указываю на что-то новое. Так же и новое. Это просто как бы нечто в рассуждении Канта, связанное с принципием, поэтому я ввожу понятие мир сам по себе, с принципием о том, как существует нечто само по себе. И для того, чтобы не допустить, как ты говоришь, чтобы мир как-то сам по себе существовал, он обсуждает, потому что если мы в нашем рассуждении допускаем какое-то нечто, то оно, как я говорил, в силу контекста рассуждения становится каким-то образом познаваемым. Ему теперь эту тему надо закрыть. Вот он ее сворачивает через этот... Как сворачивает? Сворачивает, оказывает, что как ты говоришь, что это новое, это фикс, который порождается рассудкой. И в чем она состоит? Ну, я не знаю, в чем она состоит. Фикция, фикция, человек. Вот я поэтому и считаю, что пусть лучший коллега Бронова примет, и мы с ним поговорим, потому что тот же кто, почему он в обсуждении начала философии привлекает термин «новым», мне кажется, просто совершенно не забывал. Через неделю придет. Через неделю придет. Отлично. Отлично. Тогда просто... Ну, просто... И я думаю, это, кстати, совместное чтение заодно, как бы сказать, уравняет наши слова. Мы поймем, какой смысл человек вкладывает в свои слова, он поймет про нас, что мы вкладываем. Я могу сказать проще, на самом деле. Точка зрения Канта – это определенная точка зрения. До этого необязательно использовать даже кантовские термины. Это есть некая логическая схема простая, как Кант рассуждает. И это простое кантовское рассуждение можно воспроизводить различным способом. И ты даже не нуждаешься в тексте, чтобы это сделать. Нет, ну почему-то. Я когда этот текст читал, я просто уже не помню, что он конкретно там говорит. Ты, может быть, сейчас читал, можешь напомнить об этом. Про этот номер, что он там говорит. Но вот из того, что ты высказал, что номер – это фиксы, ну... И вещь себе тоже – это своего рода фиксы, понимаешь, это некоторого рода понятий. Я сказал больше... Почему фиксы это сделалось? Ну, а момент конструкт. Сложный, сочиненный, сложный составный конструкт. Правда же? Ну, никакое не предположение. Конечно, не предположение. И никакая не антическая вера в то, что мир есть. Конечно, конечно. То есть, сложно, сложный составный конструкт такой. Ну, вот, как мы, например, я смотрю там на что-то, на... Мне просто интересно. Смотри, если как бы про антическую веру – это твой разговор. Допустим, у нас есть номер – он фиксы является. Каким образом у нас возникает знание? Мы сами его порождаем? Мы сами творим знание? Или все-таки наше знание имеет причину? Как круто. Наше знание творим мы сами, исходя из определенных форм. Но для того, чтобы знание было реализовано, оно должно быть объединено с наглядным представлением. Только тогда оно будет иметь смысл и значение. Так, то есть, все-таки, как ни крути, есть нечто... Не знаю, назвать его внешними, management. Что-то такое внешнее есть, что приносит материю в нашу форму. Есть вот это вот нечто внешнее. Как бы его не называть... Сейчас мы можем проще себе называть. Как угодно назоват. Можно составление нашего опыта. Можно создать аж самая умная мысль как-то ни наше. Вот что-то внешнее. Я хочу сказать только одно, раз уж не получится у нас обсуждать Канта со сложными конструкциями, то я хочу сказать только одну простую вещь, что нельзя говорить, что все понятия, они суть одно, из-за того, что они занимают определенное место в системе, которое похоже на место пространства и времени, например, или похоже на эту проблему офицированности чувства. И для того, что они похожи и, видимо, занимают какие-то аналогичные места в системе, нельзя говорить, что это тупо одно и то же. А ты это говоришь с самого начала. Я сказал, что это относится к одной и той же логической конструкции. Так вот, ты пойми, что такое понятие, это логические конструкции. Сначала было простое понятие, потом оно усложнилось. Это разные, более простая и более сложная логическая конструкция. То, что между ними есть некоторые аналогии, не позволяет никому и никогда ставить знак равенства. А ты это делаешь. Я знак равенства не ставлю, и ты мне как-то приписываешь какие-то свои воззрения уже. Вопрос в следующем состоит. Вопрос состоит в том, что для того, чтобы понять, о чем речь идет, надо знать логическую конструкцию, а не какие-то понятия. Одну и то же логическую конструкцию можно описать миллионам понятий. И вообще бесконечное количество понятий. А есть, а, например. Бесконечное количество понятий можно описать. А есть, а одну и то же конструкцию. Что у нас, ноумен или феномен? Вопрос идет о том, что если у нас есть некоторая ситуация, я бы так сказал, познавание. В этой ситуации есть некоторая до этой ситуации позиция, есть какая-то уже в этой ситуации позиция. И чтобы объяснить то, как устроено познавание, нам обязательно нужно узнать некую дофилософскую позицию. И вот она описывается всеми этими терминами, ноумен, отличие себе и прочее. Ну это невозможно просто. Какая нахрен ноумен, это дофилософская позиция. Ты после этого говоришь, что я тебе что-то приписываю. Блад, это невозможно. Ну как будто ты первый день, как узнал слово философия. И с энтузиазмом ноофита просто гонишь пругу какую-то. Ну так нельзя. Ну что, все? Ну у меня есть тут несколько, если он будет смотреть, несколько вещей таких простых. То есть тут, видимо, есть пара штук, которые имело место простое недопонимание из того, что вы говорили. Не знаю, чем спровоцированное, но в любом случае, как бы тут виноват объясняющий. То есть мы и я хочу прояснить. Значит, у коллеги Бронзе сказано, что... Так ему надо письмо послать, чтобы он посмотрел. Он сам так увидит. Он все увидит, да, во всяком случае. Ну я просто видел, что Игорь с ним вписывался на предмет пригласить, думал, придет. В конце концов, ему интересно, нам тоже интересно. И он сказал, что сегодня не может произойти. Ну, еще не бывает, бывает. Вот, значит, вот, что он говорил. По поводу вот этого, того, что форма есть, предмет в ней становится, приобретает форму дарности, видимо, к этому месту, да. Он говорит следующее. «Нам сейчас предлагается рассматривать чувственную форму вещи в неразрывном единстве с вещью как таковой». Ну, это еще с некоторой натяжкой, наверное, можно отнести к описываемой нами ситуации. Но дальше, прям следующее предложение. То есть предлагается начинать рассмотрение с того же, с чего Кант начинал. Ибо указанное единство – это самые обыденные взглядные вещи. Вот это какое-то страшное заблуждение. Значит, никакой обыденный взгляд не подразумевает на вещи, никакой обыденный взгляд на вещи не подразумевает такую точку зрения, что форма есть, а предмет в ней становится. Наоборот, обыденный взгляд на вещи состоит в том, что мир просто есть. В нем есть столы, стулья, и никакой проблемы здесь не наблюдается. Ну, то есть есть некоторые проблемы в том, чтобы научиться пользоваться этими вещами, научиться действовать в среде этих вещей. Вот такие вот практические проблемы, они возникают. И человек, который решает подобного рода вопросы, он становится мудрецом, мастером жизни, чем хотите. Но это не имеет отношения ни к какой философии, тем более к философии Олега Михайловича. То есть речь не о том, что здесь некоторая наивная точка зрения выбирается в качестве исходной для движения. Ничего. В тезисе «форма есть, а предмет в ней становится» нет ничего наивного. Можно обсуждать, как это соотносится с Кантом. Я считаю, что для этого разговора есть все основания, и такой разговор проделать будет крайне полезно. Но это не есть просто начало с наивности, в противоположность некоторой рефлексивной, сразу философской позиции Канта. Так, вот. Ну и тут дальше, да, идутся справедливые вещи о том, что надо показать, откуда берется чувственная форма, в противоположность, может быть, мысленной форме. Коллега Бронзе, я вас уверяю, чувственная форма будет определена вполне себе внятно. Просто сейчас, в самом начале, такая парадоксальная ситуация, что как бы форма сама есть, но еще не отдалась в себе отчет, то есть не может себя сформулировать вполне отчетливо. Поэтому это проблема только с самого начала движения. Так это вполне будет сделано. Вот, и, 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 да. А есть вот вещи несколько буквально, две, собственно говоря, которые меня очень интригуют, несколько, два пассажа, но я их просто не очень понимаю, что они означают в глазах автора. Я зачитаю. Так, а вот определенность формы, как некая определенность бытием, что, опять же, на семинаре отмечалось. Гораздо ближе к определенности знаний. И, казалось бы, знание просто расшифровывает бытие, делает его более понятным. Однако, тотчас возникает вопрос, вновь проблематизирующий позицию рассмотрения. А насколько такое бытие, это бытие для, выделено для формы, или насколько знание формы, это для нее бытие? Тут, как бы, отдельные фрагменты я этого пассажа понимаю, мне кажется, что я понимаю, но вместе они у меня не складываются в какое-то целостное. Поэтому отсюда у меня возникает подозрение сильнейшее, что коллега Бронза просто что-то вкладывает в какой-то иной смысл, чем, как бы, привычный мне. Вот, поэтому ему заочный вопрос это как-то прояснить. Вот, и второй, второй пассаж, совсем короткий. Насколько знание формы себя самой сопряжено со всем нашим сознанием? Я вот тоже не понимаю, тут я не понимаю подоплёки этого вопроса. Что значит знание формы себя соотносится со всем нашим сознанием? Может быть, тут есть какой-то более широкий контекст, который мне не понятен. Но вот это представляется интересным. Если заодно у коллега прояснить, то будет вообще отлично. А так мы обязательно продолжим этот разговор. Да, да, приятный автор. А я только просто добавлю, на самом деле, что хорошо, что Сократ ничего не писал. Это один из основателей. Можно считать, что основатель платонизма. И хорошо, что Амуни Сокрас, основатель неоплатонизма, учитель Плотин, тоже ничего не писал. Просто на самом деле у нас все проблемы философии связаны с тем, что есть текст. И мы бедные. И всякий раз, когда надо понять, что говорит автор, люди тычут пальцем в текст и говорят, ну вот он же, смотрите, вот здесь что-то такое. Другой термин использовал, значит, это же ведь другое. И вот это вот бесконечная проблема. Сидят филологи, изучают эти тексты, что-то там учитывают, якобы что-то понимают. На самом деле философию надо понимать безотносительно вот этих всех терминологических труб. Надо рассматривать мимо слов. Ну, мимо слов. Да, мимо слов надо брать конструкции. Конструкции всегда достаточно простые есть. И вся философия тогда становится ясной и прозрачной, и понятной. Потому что надо в словах увидеть смысл, увидеть смысл, о чем говорится. В общем, простая философия. Мир есть. И можно не сортировать. Почему здесь мир есть-то? Я не знаю, отчего. Нет, ну, наверное, было отговорить, что просто, что действительно нельзя упираться в какое-то конкретное слово-термин, которое сто лет назад значило в бумаг большинство одно, там, 200 лет в бумаг большинство или меньшинство другое, наверное. Надо понять, что автор имеет, как бы, понять, что он хочет сказать, и все. Смысл понять. Ну, это да, это просто такой анекдот для Чернякова как-то. Когда усиленно занимался Аристотелем для написания своей книжки по времени, то есть Хайдегер Гусселя и Аристотелю времени, то он подходил к такому крупному, ну, действительно, в мировом уровне филологу Александру Леонардовичу Берлинскому с вопросом, вот скажите, вот как вы, как филолог, можете прокомментировать известное аристотелевское выражение то-ти-эн-эймей. По-русски, как это переводить, не очень понятно, существует такой корявый перевод суть бытия вещи. То же суть бытия вещи. Ну, он, как бы, такой, довольно слабое отношение имеет к оригиналу, и поэтому вот все, как бы, мучаются, что, может быть, можно как-то, если обратиться к филологической стороне дела, то, может быть, это наведет на какой-то более правильный перевод. И Берлинский, напомню, в серьезе отвечает следующее. Знаете, по-моему, это очень просто. Просто тогда так говорили. Надо представить себе ситуацию. Человек долго, усиленно думал, пытался понять эту сложную мысль. Потом подходит к филологу, а филолог ему говорит, да, просто тогда так говорили. И все. В этом нет никакого смысла. Попытки, как бы, обратиться к филологам, да, они чреваты, это правда.